20 команд играли в трех возрастных группах. График турнира был составлен очень плотно. Игры проходили с раннего утра и до позднего вечера. За четыре хоккейных дня на льду стадиона «Труд» было проведено 45 матчей, забито больше сотни мячей. На церемонии открытия первого в сезоне официального турнира участников приветствовал глава региона Игорь Орлов. Очень важно, что мы открываем его именно с детским турниром. Это говорит о том, что мы смотрим в будущее. Вместе с вами мы строим планы о будущем нашей команды, о будущем целого вида спорта. Очень важно, что спорт – это не только самое быстрое, самое сильное. Спорт – это еще возможность строить свою волю и характер. Команда Архангельской хоккейной школы всегда в числе сильнейших. Юные северяне подтвердили свой класс и на этот раз. Водники 99-го года рождения свой первый на турнире матч против сверстников из Кирова выиграли. Подготовка к соревнованиям проходила сначала в Кирово-Чапецке на мини-хоккее, где мы неудачно выступили и заняли четвертое место. Но от этих игр мы ждем только первое место, надо выигрывать. И действительно, желто-зеленым не было равных в трех возрастных группах. Водники 99-го, 2000-го и 2001-го годов рождения заняли первое место. А вот водник 2002 занял только третье место в группе, уступив юности и родине. В следующие соревнования у юных хоккеистов в декабре в Архангельске пройдут игры Северо-Западной детской хоккейной лиги.